Разберем следующую задачу под номером 27833 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. В равнобедренной трапеции большее основание равно 25. Боковая сторона равна 10. Угол между ними 60 градусов. Найдите меньшее основание. Строим равнобедренную трапецию. Покажем, что AD равно BC. Боковые стороны равнобедренной трапеции равны. Далее, нам известен угол между большим основанием и боковой стороной. То есть, угол между ними равен 60 градусов. Тоже покажем это. То есть, вот этот угол 60 градусов. И теперь, для нахождения меньшего основания, нам надо будет провести две высоты. То есть, из вершин D и C проведем высоты на основание AB. То есть, проведем перпендикуляры из вершин D и C к стороне AB. Вот таким образом. Тогда, в прямоугольном треугольнике ADK, угол ADK, вот этот второй острый угол, равен 30 градусам. Почему? Потому что сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Если один 60, то другой 30. То есть, покажем, что угол ADK равен 30 градусов. Можно это записать. Угол ADK в прямоугольном треугольнике ADK равен 90 градусов минус угол DAK. ДАК. Действительно, если сумма двух острых равна 90, да еще один равен 90, который прямой, получается как раз сумма внутренних углов треугольника 180 градусов будет. То есть, как раз то, что нам нужно. Итак, получается тогда 90 градусов минус угол ADK 60 градусов. То есть, в итоге мы получаем 30 градусов. Далее. Теперь надо вспомнить, что катет, который лежит напротив угла в 30 градусов, то есть катет АК равен половине гипотенузы AD. Поскольку гипотенуза является боковой стороной трапеции, а она нам по условию дана и равна 10, то это значит, что катет АК равен 5. Так и запишем. То есть, катет АК, поскольку он лежит напротив угла в 30 градусов в прямоугольном треугольнике, он равен половине гипотенузы. То есть, получается AD разделить на 2. Половина гипотенузы. Подставляем вместо AD число 10 и делим на 2. Получается, что АК равно 5. АК равно 5. Поскольку треугольники ADK и BCH, вот этот второй прямоугольный треугольник, равны друг другу. Почему? Потому что они оба прямоугольные треугольники, и они равны по гипотенузе и острому углу. Углы при основании трапеции равны, то есть это тоже 60. И боковые стороны равновидной трапеции тоже равны. То есть, получается, что эти два треугольника равны. А это значит, что соответственные стороны равны. А это значит, что АК равно BH. Это значит, что BH тоже равно 5. Тоже это запишем. То есть, АК равно BH и равно 5. Далее. А теперь нам нужно показать, что KH равно DC. Почему KH равно DC? DK и CH параллельно, перпендикулярно AB. А если две прямые и перпендикулярные трети, то они параллельны. То есть, получается, что DK параллельно CH. И одновременно с этим основания тоже параллельны. То есть, получается, AB параллельно DC. А мы с вами знаем, что отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными прямыми, равны. Отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными прямыми, равны. Отсюда следует, что dc равно kh. dc равно kh. Таким образом, если мы найдем kh, то мы приравняем это к dc. А dc как раз и нужно нам найти, потому что наша задача найти меньшее основание трапеции. Таким образом, давайте найдем kh и приравняем к dc. Как найти kh? Вся сторона AB нам известна. Она равна 25. Так и запишем. То есть, dc равно kh. dc равно kh. И теперь kh выражаем из вот этого большего основания. То есть, мы должны вычесть от AB 2AK. Поскольку АК и BH равны друг другу, значит 2 раза по 5 мы должны вычесть. То есть, получается 2AK мы вычитаем из AB. Ну и теперь осталось только подставить. Подставляем. Подставляем вместо AB 25. Это большее основание. Минус 2 умножить на АК. АК равно 5. 5. Получаем 25 минус 2х5, 10. Получается 15. То есть, меньшее основание трапеции равно 15. И запишем число 15 в ответ. Ответ. 15. Задача решена. Задача решена. И смех. 14. Идеальная. Это большее основание. Используета. Используется. 4.